Реформа в энергетике должны базироваться на диверсификации поставок энергоресурсов, либерализации энергетических рынков и эффективном регулировании в интересах потребителей, говорят эксперты. В августе 2017-го правительство утвердило энергетическую стратегию Украины до 2035 года. Документ внедрен с тем, чтобы успешно реформировать энергетическую отрасль. В центре внимания энергетической стратегии, безусловно, является украинский потребитель. И есть цель – это развитие ликвидных энергетических рынков, создание стимулов для обеспечения условий повышения конкурентноспособности, безопасности и энергоэффективности экономики Украины. Достичь этой цели можно только за счет консолидации усилий. Стратегические программы развития энергетической отрасли существуют в любой стране. Это как план работы на ближайший и долгосрочный период, ведь государство должно понимать, в каком направлении оно движется в энергетической сфере. Конечно, в Европейском Союзе есть такие стратегии. У нас есть стратегия до 2020 года, есть до 2030 года, есть рамочные до 2050 года. Но это всегда интегрированы там всегда энергетические аспекты и климатические аспекты. Потому что все вот эти трансформации в энергетическом секторе влияют очень сильно на окружающую среду, климат и так далее. О реформировании рынков природного газа и электроэнергии, привлечении иностранных инвестиций и синхронизации украинской энергетической системы с европейской, говорили на международной панельной дискуссии, состоявшейся недавно в Киеве. По мнению экспертов, это взаимосвязанные, ключевые базисы, которые являются движущей силой реформы украинской энергетики. Потому что реформы создают интерес. Интерес позволяет Украине уже, на мой взгляд, активно и успешно проводить реформы и в электроэнергетическом комплексе, и в нефтегазовом комплексе, и в том числе выиграть конкуренцию за инвесторов. Итак, стратегическая задача для Украины сегодня выиграть на мировом и европейском глобальном энергетическом рынках конкуренцию за инвесторов, говорят специалисты. Инвестор, который ищет привлекательные условия для его реализации, а это возможно только при условии реформирования отрасли. Поэтому реформы — это драйвер инвестиций. Под словом «инвестиции» мы понимаем не только приход финансового капитала, но и приход новых технологий, новых знаний, оборудования для реализации новых технологий. И созданная техническая система на базовых координатах должна работать по современным правилам, по современным нормам. Достичь этого можно только через процедуру евроинтеграции. Поэтому евроинтеграционные процессы очень важны. Ведь если мы проведем реформы, заложим фундамент, привлечем инвестиции как интеллектуальные, так и финансовые, то есть построим стены, поставим окна и двери, но без потолка и без крыши дом не получится, объясняет Максим Белявский, советник министра энергетики. Потолок и крыша — это и есть те современные направления работы на рынке электроэнергетики и рынки нефтегазовых поставщиков, которые должны действовать в соответствии с европейскими стандартами. Поэтому евроинтеграция — это инструмент достижения и внедрения тех реформ, благодаря которым этот механизм и будет работать. Следовательно, нам надо перейти от конструкторской технологической работы Объединенной энергетической системы советского образца на систему работы по европейскому формату. Это регламентирует правила Ассоциации операторов электрических сетей Европы, в систему которых Украина стремится интегрироваться уже последние 20 лет. Процесс непростой, однако необходимый и абсолютно реальный. Мы говорили, например, о регуляторе, и для нас это, конечно, ключевой вопрос. Если регулятор не будет профессиональным, не будет объективным, тогда доверия никогда не будет в рынке энергетики, и тогда и инвестиций не будет, потому что кто туда идет, это, как я сказал, «the bottom layer». Ну, это такие компании, которые хотят какой-то быстрый бизнес, и потом уйдут. Но это и страну не надо, и Европе, конечно, тоже не надо. Синхронизация энергосистемы Украины позволит работать по единым международным правилам и увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС. Поэтому государству необходимо завершить эту интеграцию. Если говорить о газотранспортной системе и газовом рынке, то первые реальные шаги на этом пути уже сделаны. В газовой сфере тоже заметен евроинтеграционный прогресс. Украина ввела стандартизированные европейские процедуры работы операторов ГТС и хранилищ. Разработан, но новая кодекса ГТС, кодекс подземных хранилищ. Особенно приятно отметить, что Украина первой из стран, не являющихся членами ЕС, присоединилась к ежедневной системе прозрачного отображения данных по экспорту газа ENSO-G и хранения GIE. Следовательно, формирование энергоэффективного общества, евроинтеграция, обеспечение энергетической независимости государства, трансформация энергетических рынков и привлечение зарубежных инвестиций – ключевые задачи энергетической политики Украины до 2035 года. КОНЕЦ КОНЕЦ